Всем профита, с вами Крилл Эванс. В неочередное видео обзора рынка. Сегодня с вами посмотрим монетки, посмотрим что вообще по ончейн аналитике, по твиттеру. В общем, в двух словах, как всегда на позитивчике, поедем с вами по криптозиме. Локальной, само собой, я на позитиве, до сих пор верю в рост и буду этому придерживаться. Итак, ребята, первая картинка, это у нас точки, белые и желтые. Белая точка это миллион людей, желтая точка это миллион биткоинов. Вот столько в пропорции у нас биткоинов, вот столько в пропорции у нас людей. Ребята, это немного вскрывает мозг, поражает воображение. Честно скажу, что на всех биткоинов не хватит. И даже если у вас есть один биткоин, это очень, ребята, много. Потому хотя бы один на пенсию на будущее нужен. У меня он есть, надеюсь, он мне поможет в будущем. Итак, поехали дальше. Так, что у нас, значит, по твиттеру. Сделал вот такой интересный пост про то, что у нас была аккумуляция, была реаккумуляция, потом был памп, некоторые киты разгрузились немножко. Сейчас у нас стадия реаккумуляции и аккумуляции. Думаю, что мы ниже не сходим. Да, геопатическая ситуация влияет на рынок. Может быть движение вниз. Сегодня покажу до каких отметок. Но все равно верю в рост, потому держу свои монеты и не продаю. Сегодня с вами докупимся еще в спекулятивный инвестиционный портфель. Поехали дальше. Так, что у нас по Glassnode. Хотел бы вам показать интересную ситуацию. Здесь у нас график, который показывает балансы на всех биржах. И мы с вами опустились на точку, где биткоин был примерно на 7000 долларов. В плане балансов на бирж. Ребята, мы упали вниз. Просто по сумасшедшему выводятся, вымываются все монеты со слабых рук. С бирж в том числе. Хомяки продают, киты закупают дальше. Уменьшаю тем самым предложение. У нас теперь шок предложения. Биткоина все меньше и меньше. Эфира все меньше и меньше. И всех дефицитных активов все меньше и меньше. Это чего? Это у нас Avalanche. Это у нас Solanka. Это у нас Luna. Закупают все UST. Это у нас Dash. Это у нас Litecoin. Старые монеты, которые никому не нужны. Сейчас накапливаются очень сильным таким паттерном. Сейчас вам дальше все это покажу. Поехали дальше. По, значит, по балансам на кошельках. Все балансы, в том числе, у которых выше 0 и в том числе 1 биткоин меньше 1 биткоина. Количество биткоинов у людей, у которых 1000 и больше, увеличивается просто кратно. Давайте посмотрим на этот скачок. Вот он. Огромный скачок. И все хомячки тоже потихоньку набирают биткоин. Брить их будут. Брить их будут. Но, думаю, немножко повыше. Поехали дальше. Так, что у нас по биткоину в целом? Мы стоим в этом же боковике. Я уже говорил, что у нас такой равносторонний флаг. Любой паттерн можете сюда приписать и его назвать. Думаю, что будем смотреть на ситуацию. При приходе в эту отметку, это примерно 36 тысяч. Или по приходу в отметку 45 тысяч долларов по биткоину. Потому что следите за этими точками. Пока мы стоим в центре. Ничего здесь делать не нужно. Поехали дальше. По доллару к рублю. Продали немножко доллара. Видим, что было огромное падение. Этот курс нарисован просто от балды банками. Мосбиржа закрыта. Курс просто от балды берется. Не знаю, соточка. Соточку держим. Пытаются как-то там залить чем-то. Ну, бред. Думаю, что когда межбанк откроется, пока фондовому рынку российскому хана. Поехали дальше. По поводу золота. Возвращаемся на ретест уровня. Думаю, 1900. Мы еще кольнем. 1850. Вот куда-то вот сюда. Вот сюда мы, думаю, еще раз пройдем. А потом, думаю, что все-таки пойдем наверх. Такие дела. Так, дальше по твиттеру. Вам рекомендую подписаться, чтобы не пропускать самые интересные посты и новости. И давайте, ребята, поможем. Значит, самоеду добить стока подписчиков в твиттере. Думаю, что это первая монета, которая кольнет отметку в 1 доллар уже скоро. Думаю, что скоро будет развязка и по битку, и по альтам. Потому что очень длительное накопление. Киты разгрузились некоторые. Все равно это огромная аккумуляция для больших кошельков, у которых 100-200 тысяч монет. Я думаю, что развязки ждать долго не придется. Думаю, что в течение месяца мы уже увидим первые импульсы. Это лично мое мнение. Потому помогаем самоеду. Подписываемся на их твиттер. Столько подписчиков. Нужно 23 тысячи подписчиков. Ребята, ну что мы не сможем? Давайте-ка. Зритель, ё-моё. Подписка на канал, колокольчик и подписка на самоеду. Что такое? Надо как-то развивать криптокомьюнити, ё-моё. Поехали дальше. Так, что у нас еще? По поводу биткоин-архива. Значит, огромный вывод с Coinbase. Второй по величине день снятия средств за 2 года. Посмотрите, какие огромные объемы. У меня почему-то свет моргает здесь. Какие-то перебои со связью. Надеюсь, картинка не сильно страдает. Сейчас проверю. Ой, зарос, ребята, зарос как викинг. Ну, ничего страшного, переживем это. Едем дальше. У нас, значит, план C. Был план B, стоп-то-флоу модель. Есть еще аккаунт план C. Что он нам сообщает? Интересная такая модель. Модель, значит, предыдущая у него была Confluence Floor. Это модель дна рынка. После этих всех флажков 29 дней у него был, значит, рынок прорисовывал дно. Давайте посмотрим, что было вообще в истории. Значит, на пересечении после 29 дней рынок нащупывает дно. Вот. Раз. Вот у нас было два. Вот у нас было три. И все это касается в зеленую линию на пересечении с синий. Мы сейчас с вами пересеклись. И это отметка. Ребята, внимание. 26.820. Будет ли падение в течение 20 дней? До 26 тысяч. Не знаю. Но если будет, то учитывайте, что нужно просто жадно в себе свой фиат вливать и покупать крипту. Потому что это будет последний шанс перед ростом и вот таким V-образным восстановлением. Поэтому, ребята, тоже это учитывайте. Такое может быть. С квизами. Ликвидности на рынках нет. Цена, если и провалится, то быстрым движением его очень быстро откупят. Мы уже видим, какая сильная аккумуляция на рынке присутствует. Так. Давайте теперь быстренько перейдем с вами к покупочкам. Потому что наши аккаунты тоже нас ждут. Так. Первый аккаунт. Это у нас инвестиционный аккаунт, где мы покупали с вами эфириум классик, дэш, луну самоеда и нера. Значит, луну и нер покупали недавно. Там было долларов 50 и по неру было долларов 10-12. Итак, давайте докупим с вами сегодня эфириум классика, дэша и самоеда еще в этот портфель на 1000 баксов. Итак, понеслась. Берем с вами трейд. Переходим и быстренько все это решаем. Итак, первое у нас что? Эфириум классик. Так. Переведем сюда наши денежки. Понеслась. Значит, эфириум классик. По маркету, кажется, я покупал 60-30-10, как всегда. На 600 баксов покупаем, значит, покупаем эфириум классика. Confirm. Итак, и дальше теперь нам нужен, значит, эфириум классик дэшка. Даша, привет тебе. Дэша купим еще на долларов 300. Есть. И купим еще самоеда. Значит, пропорция в портфеле идеально элементарная. Какая она? На 60% вы покупаете сильный актив, в который вы верите. На 30% вы покупаете средний актив. И на 10% покупаете высокорисковый. Еще раз говорю, не нужно вливать в одну монету, потому что некоторые люди смотрят мои обзоры, выбирают одну монету с 100 и такие, опа, заинвестировал, и она полетела вниз. И кто виноват? Виноват Эванс. Ребята, пожалуйста, берите ответственность за свои инвестиции на себя. Я лишь делаю обзоры и показываю свои результаты. И, само собой, если взять одну монету, то есть один человек купил одну монету, второй купил другую. У одного 10 иксов, у второго минус 80%. Вопрос, какая будет портфельная доходность? Портфельная доходность будет примерно 5 иксов, если их соединить. Но если вы купили только одну монету, то вы потеряли 80% цены. Такие дела. Так, дальше. Это мы купили, значит, в портфель инвестиционный. Отлично. Давайте проверим, что мы сделали. Красота. Все накопили. Сидим, ждем дальше. И давайте купим с вами еще в спекулятивный портфель. Вот он. У нас здесь Solana, Axie и позиция вроде бы была по Dash. Я покупал здесь ICP и CRM. Живали, позиция по Dash. Значит, у нас ликвидация на 45$ стоит. Еще раз, это я показываю вам, почему не нужно работать с фьючами. Мы набирали позицию со вторым плечом всего лишь. И это ликвидация на 45$. Сейчас цена, цена сейчас 95$. И это в два раза, по сути, ниже. Сейчас у нас минус 600$. Это у нас, по сути, наша позиция. 3000$ в позиции. Это, в принципе, немного. Но все-таки есть. Покажу вам, что смогу с нее вынять или не вынять. Или это будет ликвидация. Но у нас всего лишь 10% денег в этой позиции. Все остальное у нас в споте. И это более спекулятивный портфель. Буду его с ростом фиксировать потихоньку и показывать. Инвестиционный будем держать более в длину. Итак, давайте посмотрим с вами, какие у нас здесь монеты. У нас здесь была Solana, Axie, ICP и CRV. Предлагаю докупить ICP и CRV сюда и будет хорошо. Купим с вами, значит, давайте купим с вами ICP и CRV на 600$ и на 400$. Хочется мне так сегодня, потому поехали сделаем это. Итак, переводим сюда денежку. 1000$. Итак, на 600$ покупаем ICP. Есть, CRV тоже купим. Все, мы купили. Господа, давайте посмотрим, еще раз понаблюдаем. Все, мы купили. Больше стало у нас ICP и CRV. Axie упала на четвертое место по портфелю. Все, дальше, если что, буду покупать больше Solana и больше Axie. Все, пока держимся. Буду покупать там неделя-две, потому что был перерыв. Погнали дальше. Так, что у нас дальше? Так, я тут немножко сделал вам разборчик. А сейчас все покажу по монеткам. Тайм-коды, если что, снизу. Поэтому погнали. Итак, Chia. Первая монета, которая у нас на превьюхе, это Chia. Хотел бы вам ее показать. Не хотел показывать ее вот здесь, потому что считал, что рано. Вот тут уже поинтереснее. 65-50$. Хорошая цена. Думаю, что стоит ее накапливать. Примерно, ребята, с этих отметок можно уже потихонечку набирать. Не на всю котлетку. Пожалуйста, берете там, если у вас 1000$, и сегодня покупаете на долларов 100. И вот с падением покупаете и накапливаете. Она уже упала на очень много. Да, это не вся история. От Chia очень мало истории, видите. Да, но там было очень огромное движение. Там вплоть до 1000$, если я не ошибаюсь. Или до 500$. Суть не в этом. Пожалуйста, уже присматривайтесь. Стоит ее, думаю, накапливать. Дальше. По поводу ICP. Здесь вот такой падающий клин формируется. Затягивает всех вниз. И, само собой, люди смотрят и думают, боже, боже, оно что падает все ниже и ниже. Мы от этого вот уровня с вами ретестнулись и пошли вниз дальше. Пока тренд нисходящий. Очень часто у нас ломаются тренды вот такими накоплениями наверх. Покажу вам сегодня, как это было на эфире. Как это было на Солане. Все эти монеты выходили с падения. И падали на огромный процент. Давайте посмотрим, сколько здесь было падения. 97% это очень много. Но не забывайте, поскольку покупали ICP инвесторы. Покупали они его там по центов. И даже сейчас можно разгрузиться по 20x. Считаю, что многие просто ее халдят и вроде бы стейкают. Вот. Потому, ребята, подумайте. Считаю, что покупать по 1000 я не покупал вообще нигде ее. И сейчас уже вот подумываю и покупаю по чуть-чуть. Так, по чуть-чуть пусть лежит. Я потерплю. Даже если будет просадочка, то я хоть покупаю не по 1000 баксов. У меня есть знакомые друзья, которые влетали по этой монете по 500 баксов. И они сидят сейчас и не знают, что им делать. Такие дела. На росте хомячки повлетали. Дальше. Значит, Тонкоин. Один из перспективнейших проектов. Я считаю, что буду в него инвестировать много. Пока сейчас выделяю средства и пытаюсь где-то их раздобыть. Потому, что очень много трачу на команду сейчас. Тонкоин, пожалуйста. Моя зона для накопления. Я считаю, что доллар. Доллар. Самая нижняя точка. Может сюда прийти цена с квизами. Но пока доллар и 8 к доллару. Это отличная зона для аккумуляции, для накопления. Вот такие дела. Тонкоин к вашему вниманию. По поводу рейдиума. Тоже шикарная ситуация. Я так хотел много рейдиума купить. Пожалуйста. Было вот такое накопление. Потом падение. Здесь все орали, что, боже, с камина нас засадили. Здесь тоже все орали. И здесь сейчас тоже орут. Ребята, пожалуйста. У вас шикарнейшая возможность купить по 2 доллара. Я лично покупал. Вам честно признаюсь. По 10 баксов. По 8 баксов. По 6 баксов. И по 5. И куплю сейчас 1000 монет. Давайте перейдем с вами на биржу Оттекс. Как же мне это все замутить? Ладно. Я потом куплю. Чтобы вас не отвлекать с переходами на другой аккаунт. 1000 монет я покупаю по цене 2 доллара. И еще буду дальше покупать. Я верю в рейдиум. Верю в салану. И в эту свапалку. Там очень много людей. Давайте я вам покажу, что вообще такое рейдиум. Если вы забыли. Я буду покупать и по 2 доллара. И дальше буду накапливать. И не переживаю за будущее данного проекта. Они обновили интерфейс. Очень круто выглядит теперь. Очень круто свапается. Я уже пробовал. Итак, у них здесь есть и NFT, и акселератор, и стейкинги, и фарминги, и чего угодно. И тут, кстати, есть еще, значит, акселератор. Здесь можно приобретать новые проекты. Вот Zback скоро выйдет. Тоже буду в нем, ребята, участвовать. Тоже вам рекомендую. Так, окей. С этим разобрались. Рейдиум. Кому нужно, тоже, ребята, накапливаем. Да, он просел очень сильно. Но где же еще его покупать? Луна тоже так проседала. Вам сегодня покажу, что тоже все орали. Мы покупали Луну по 16 баксов. Она упала на 4. Даже по 20, я помню, люди покупали. Она упала на 4. Мы там ее докупили, усреднили, и она полетела в космос. Такие дела. Выигрывают только люди, которые могут на всей фазе падения покупать. Дальше. По поводу BNB. Пока ситуация плачевная. Я бы покупал бы где-то от 260 до 150-170 долларов. Вот в этой зоне я бы накапливал. Очень интересный паттерн формируется. Локально очень похож на эту вот фазу накопления. Очень она длинная. Падать пока ниже мы не хотим. Самая нижняя точка была 216 баксов. Можно было купить. Кто купил, мог продать по 600. 3х просто с куста нужно было потерпеть. По Solana. Вся модель Solana очень простая. Разные паттерны здесь формируются. Но все они смотрят вниз, а потом выстреливают наверх. Значит, что у нас здесь? То есть, у нас клин. Выход. Значит, такой нисходящий, как это сказать, равносторонний треугольник. Если можно его так назвать. Тоже таким клином. Тоже вниз. Выстреливаем наверх. И вот сейчас тренд нисходящий. Тоже, думаю, выстрелит наверх. Хорошая зона для покупки. От цифры в 100, лично мое мнение, до цифры 50 баксов. Все это нужно выедать и покупать. XRP. Тоже считаю, что зона хорошая для покупки. Это зона от 0,40 до 70 центов. Все это нужно выедать, покупать, расторговывать и зарабатывать на этом огромные иксы. Потому что даже если вы покупали по 50 центов, здесь был доллар и 5. 3 икса. Спекулятивно. Пожалуйста. Но нужно иметь терпение, чтобы все это пережить. Так, что у нас еще? Села. Одна из любимых проектов сейчас. Покупаю ее по 1000 штук каждую неделю. Уже накопила около 3-5 тысяч монет. Вот. Считаю, что все, что ниже 2 долларов, нужно выедать. 2 доллара. Доллар. Все это нужно выедать. Очень редко такие шансы нам села дает. Вот такой здесь тренд расширяющийся. Я бы покупал бы и покупаю и дальше. Вам показываю это на роликах. Дальше. Avalanche. Считаю, что, ребята, если нам дадут 35 баксов, это подарок судьбы. Но ниже, как видим, 50 долларов она не падает. 54 доллара. Это была минимальная точка уже 1, 2, 3. 3 раза за какое время? Давайте посмотрим. За буквально полгода. Ниже мы не ходили. Такие дела. Тоже падаем вниз. Думаю, что скоро можем выйти наверх с этого всего паттерна. Таким треугольником. Посмотрим, будет ли это правда. Или все-таки обвалимся ниже накопления в 34 доллара. Посмотрим. Поехали дальше. Самоед Коин. Ребята, как и говорил ранее, хорошая зона для покупки. 0.12, 0.25. Все это выедаю, покупаю и дальше. Вот. Разгружались с вами здесь. Я оставил 2 миллиона 500 тысяч монет и не продавал на этом росте. И сказал, что мы будем держать с вами целый год. Так и сделал. Сейчас просто покупаю для себя, а уже не в портфель сообщества. Покупаю для себя. Вот здесь потихонечку. То тут, то тут, то тут, то тут. По чуть-чуть покупаю и не переживаю. Дальше. Значит, полигон. Матик. Очень интересная ситуация. Тоже вот такие паттерны формируются. Считаю, что все, что ниже доллара, нужно тоже выедать. Мы ходили только один раз на 60 центов. Очень быстро восстановились. И за буквально сколько мы? За 150 дней, за буквально 5 месяцев выросли на сколько? Распада на 400%. Хорошая спекулятивная сделка. Кто дотерпел, продал, получил доход. Я покупаю инвестиционно и не планирую пока спекулировать. У меня есть маленький спекулятивный портфель. Он примерно на 2-3% депозита. Я там играюсь иногда. Все остальное это инвестиции. Дальше. Эфириум. По эфиру, эфириум классик, извиняюсь. Очень интересная ситуация. Вот такой здесь был паттерн, если вы помните. После падения мы с вами вот такой ковшик здесь формировали. Очень длительное было накопление, а потом рост. Я взял данный фрактал и попытался вот сюда его наложить. Гляньте, пожалуйста, как круто сходится все это здесь. Гляньте, это просто шик. И вот здесь, думаю, что можно уже думать о накоплении. Накопил уже около 500-600 монет эфириум классика на такую приличную сумму. И думаю, что примерно эти точки 30-20 долларов нужно тоже выедать. Это лично мое мнение. Я так делаю. Я трачу на это свои деньги и покупаю. Дальше. Дэш. Дэш, думаю, находится где-то вот здесь. По этому паттерну где-то вот здесь. Если это все скопировать и наложить, такая же ситуация. Я себе это еще раз буду подтверждать. Если мы с вами перепишем вот этот вот локальный хай, вы 500 баксов примерно. Пока жду. Тоже всех затягивают вниз. И, Гриня, тебе привет. Тоже считаю, что Дэш скоро полетит в космос. И у него шансов на рост намного больше. Да, нужно пока текут реки крови, пока люди все кричат и паникуют, нужно покупать. И здесь сейчас самые крутые возможности. Я не про убийства, я не про войну. Я вообще говорю про то, что пока на рынке текут реки крови и люди теряют свои деньги, нужно, ребята, покупать. Когда будет хайп, уже будет поздно покупать. Нужно будет разгружаться. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас потихонечку по новостям. Значит, огромный кит купил на 50 миллионов долларов. Примерно 42 миллиона долларов в UST. Многие люди переводят свои активы в децентрализированное решение. И это правильно, вам тоже рекомендую данное решение по UST. Очень много покупают сейчас. И в том числе из-за этого и держится курс луны. Потому что это алгоритмический коин. Так, макро дно у нас по аккаунту The Root. Тоже мы уже об этом 100 раз говорили. Формируется. Мы его видели в 2013 году вот здесь. В 2017 вот здесь. И сейчас тоже макро дно. И по индикаторам, и по всему. Все кричит о росте. Но, само собой, люди этого не видят, потому что нет импульса. Цену удерживают искусственно. И огромный, великий манипулятор, которого никто не видел, никто не знает. Он накапливает свои активы. Слабые руки скидывают свои монеты. Потому что нужны деньги на еду. На все, что сейчас происходит в политической ситуации в мире. Такие дела. Поехали дальше. Выживают сильные игроки, которые успели запастись деньгами. На случай войны. На случай чего угодно. И мы пытаемся сейчас с вами выживать. Самая огромная аккумуляция сейчас происходит. И самое огромное накопление по онкчейну было на 39 тысячах долларов. Там было около 775 тысяч биткоинов. Ребята, накоплено. По средней цене примерно 38,7 тысяч по биткоину. Это сумасшедшие цифры. Так. По Glassnode всегда приходят мне на почту вот такие инсайды. Я себе купил подписку. Читаю. Кому интересно, там она стоит 20 долларов. Это вообще ничего. Подписка на премиум, чтобы не было задержки. 700 стоит. Большая подписка. Не суть. Давайте посмотрим, что у нас здесь по метрикам. Пока у нас цена ходит в районе 37-42 тысяч долларов. Кто умеет разторговывать, пожалуйста. 5-6 процентов волатильности можно с рынка забирать. Дальше. По поводу цены аккумуляции. Пока идет аккумуляция. Мы уже все это видели и ранее. Дистрибьюция у нас была. Пока таких ситуаций на рынке очень мало. Дальше. Так. Это у нас что? Сколько у нас? 2 процента 4, 6, 8. Это у нас, значит, объем и старение, по сути, монет. Тоже у нас увеличивается старение монет. Потому что у нас люди все больше и больше халдят. Примерно 3 процента всех ходлеров огромных биткоина не трогают свои монеты. Примерно 3-4 года. Ребята, это огромный период. И все люди превращаются в ходлеров. Также у нас было, так, bear market accumulation, так, значит, bull market distribution продавали. Такая средняя фаза аккумуляции. И пока мы еще даже с вами не видели пампа. Я считаю, что мы по объемам не видели пампа. Пока не было хомяков, которым можно в рот насыпать биткоин и по 100 тысяч, и по 200 тысяч. Хайпа не было и по ончейн аналитике, и по объемам, и даже по гугл трендам. Не был хайпа. Я не видел соточки. Мне нужна соточка, чтобы увидеть хайп. Его не было. Да, были там локальные тренды, выстрелы. Это все для меня полная туфта. Бабушка мне не звонила и не говорила, Кирюха, можно ли купить биткоин. Папа тоже не звонил, потому хайпа не было. Я ориентируюсь на сантимент. Значит, у нас очень много людей сидят. 82% краткосрочных держателей находятся в убытке в плане своих монет за срок примерно в 10 лет, если они держали. Это, конечно, 6 полнейшая. Кровь льется с рынка сумасшедшая. Значит, примерно 2,5 миллиона монет они держатся в убытке. По аналитике Glassnode. Может, я что-то неправильно понял, но это, ребята, очень много за все время, которые были проданы или, значит, держат. Но они все-таки держат, да. Окей. Дальше. Значит, HODL Waves. Это у нас, значит, срок. 24% людей держат примерно... 24,5% держат, значит, свои монеты больше 6 месяцев. Это, ребята, тоже очень много. И я уже держу свой биткоин. Сколько держите вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я держу уже свой биткоин. Сколько? Годик вроде бы, да. Годик держу. Покупал я по 38 тысяч. И, в общем, мне как-то все равно. Кто сейчас ориентируется на цену, я не знаю. Так, значит, выводы. 30 на 1000 биткоинов, значит, выводы с бирж Coinbase. Огромный отток именно с Coinbase. Притока не было. Видим, да, что это самая большая точка с 2017 года. Примерно за 4 года, да. За 4 года самый огромный отток с биржи Coinbase. 30% вроде бы монет оттока за этот год. Это сумасшедшая цифра. То же самое, да, вот. Значит, 36,6% оттока с апреля 2020 года с биржи Coinbase. Ребята, это огромный отток. Думаю, что шок предложения налицо. Рано или поздно увидим с вами огромный памп. Но мало кто в это верит. Доживете ли вы? Во что верить? Я считаю, что ончейн, как минимум, это хороший фактор. Психология масс. И сантимент, само собой, настроение толпы. Пожалуйста, взгляните на мой канал. Просмотры упали. Людям скучно. В комьюнити стало меньше людей. Меньше приходят на лекции. Почему? Потому что скучно. Полгода сидим, год сидим. Ничего не растет. Помню, что мы сидели 3 месяца на луне. Даже вам еще раз продемонстрирую эту ситуацию. Сидели мы, значит, сидим. Самая смешная ситуация. Вот здесь покупаем ее. Вот здесь купили. Здесь купили. Вот здесь. И вот здесь. И вот она падает. Она упала за 5 дней на 4 бакса с 20. Люди говорят, Эванс, ты нас побрил, получается. Я говорю, покупайте, не бойтесь. Она будет стоить намного больше. И никто не поверил. Поверило 2-3 человека. Люди купили. Купили здесь. И здесь. И здесь. И вот тут мы накупили очень много по 4 бакса. Я купил там 2000 монет. До сих пор они лежат. И я кайфую. Я реально кайфую. И после этого мы с вами переписали All Time High очень быстро. И пошли на цифру 100 баксов. Если вот здесь люди говорили, что это скам. То вот здесь все говорили, что это лучшая монета в мире. Сейчас скучно. Она не растет. Все, кто купили вот здесь, орут, что это скам. Ребята, психология масс не меняется. Времена меняются. Суть людей нет. Я тут, может, некоторые метрики путаю. Потому не серчайте, господа. Я тоже в ончейне не профессионал. Просто изучаю здесь статью от Glassnode. Копаюсь. Времени очень мало. Потому пытаюсь все это для вас обозревать. Инфляция. Уровень инфляции. Так, значит, непонятен мне данный индикатор. Пока не будем его переводить. Дальше. Lightning Network. У нас All Time High по количеству транзакций. Давайте посмотрим. Сумасшедшее количество и биткоинов, и транзакций внутри сети гоняется. Это очень круто. Lightning Network тоже, ребята, ускоряет биткоин. Дальше. 54К, значит, за 9 дней оттока с биржи. Давайте глянем с вами. Гляньте. 54К огромный отток. То, что я вам показывал в начале. Вот, если это все приблизить. Вот, смотрите. Огромный отток биткоинов. Огромный. Пробили с вами данный треугольник. Если мы говорим по теханализу. Дальше. Это у нас Visa, кстати. У нас за 2021 год. Значит, объем всех платежей 10 триллионов. Эфириум. С помощью эфириума конвертировали и перевели объем в 11,6 триллионов долларов. Ребята, эфир уже давно победил визу в плане торгового объема или перемещенного объема в виде платежей. Такие дела. Посмотрим, что будет дальше. Так. Это у нас, значит, и Liquid Supply Shock Ratio. Значит, мы видели такое очень часто. Падение было с ростом сюда. И только потом был рост. Вот здесь мы видели рост. Гляньте. В 2016 году и потом сверху. Примерно в 3,5 по данному индикатору был у нас. Только тогда было падение. То есть, было раз вот здесь. Мы выросли. Было два. И мы упали еще раз. Сейчас у нас цена находится примерно по данному индикатору и Liquid Supply Shock Ratio. Примерно на отметке, где биткоин был 8-7 тысяч долларов. Я уже об этом говорил. Мы сейчас находимся у дна. И то падение, которое ожидают некоторые эксперты до 26 800 долларов. Это будет, ребята, самое-самое-самое худшее, что может с биткоином произойти. Мое мнение. Мнение некоторых экспертов и ончейн аналитики. Поехали дальше. Что еще? У нас пишет Беджамин Ковин. Очень давно его смотрю. Крутейший чувак. Вам советую на него подписаться. У него уже 700 подписчиков. С этим его поздравляем. 13 марта 2020 года биткоин умер, когда капитулировала примерно 3,8 тысяч долларов была цена. Я помню, мы в это время с 5 тысяч долларов набирали лонг на пару тысяч долларов с чуваками. И самое было смешное, когда люди, когда биткоин начал валиться с 8 тысяч очень быстро, они влетали уже тогда с десятыми плечами. Их всех ликвидировало, а мы зашли где-то у... Я зашел где-то на 4,200 с большим плечом, я помню. Не помню с каким, с шестым или с четвертым, не помню. И моей ликвидации, у меня ликвидация была где-то 3,450. И на фьючах до моей ликвидации не дошло 13 баксов. Через 2 недели я заработал очень много денег и мне было окей. Но это меня еще раз научило, что это просто угадывание и такое улавливание падающих ножей. Вы не успеете, не сможете это сделать. Это полная дичь, потому вам это не советую делать. Значит, ровно через 2 года цена биткоина составляет 38 тысяч долларов, что скромно выросло в 10 раз за последние 24 месяца. Ребята, ну если это дно рынка и 38 тысяч долларов это смерть биткоина в плане того, что мы видели на биткоине ранее, давайте посмотрим еще раз. То есть раньше люди кричали, что биткоин умер вот здесь. Он очень долго ходил. Вот было вот так, да, вот здесь. А потом раз и вот здесь биткоин для всех умер. Потом был рост. То если это вот здесь такая же ситуация, то, ребята, нас ждет сумасшедшее будущее. И цель вы таких еще не видели. Я думаю, что потерпите, пожалуйста, еще месяцок. Я думаю, скоро уже будет развязка, вы все поймете и потом скажете, Кирюха, спасибо. Такие дела. А хейтерам оставляем, что писать в комментариях, кто виноват. Пишите, что виноват Эванс, я это переживу, без проблем. Итак, господа, подходим к концу уже, что у нас здесь. Еще один интересный паттерн от еще одного пользователя в Твиттере. Мне его скинул Шевчук. Довольно интересный канал здесь прорисовывается. И он говорит о том, что примерно к концу, значит, 23 года мы увидим с вами движение, ну, примерно где-то, может быть, в 160 тысяч долларов. Это будет, может быть, пик рынка. И подождать нам стоит еще примерно 4-5 месяцев до такого сумасшедшего роста в плане общего движения в этом цикле. Посмотрим, будет ли это так или нет. Фондовый рынок потихонечку падает, но пока такое. Также у нас биржа Binance запускает, значит, цифровую платежную технологию и компанию, которая называется Bfinity. Вот такой логотипчик сделали, как будто два кольца объединенных. Посмотрим, что они сделают дальше. И какая-то еще инкубационная программа здесь новая. Посмотрим потом. Ссылку оставлю в описании. Дальше. Ну, в общем, все пока экстремально такие медведи. Медведи, очень много блогеров сейчас говорят, что ну все, биткоин расти не хочет, значит, все, будет падение. Я считаю, что на таком сентименте, на таком настроении толпы рынки не заканчиваются, рынки не падают. Я считаю, что на таком сентименте больше шансов на импульсы наверх, потому что люди не верят. Как мы с вами помним, по всем закономерностям рынка, когда никто не верит, когда льются реки крови и когда все плохо, нужно покупать. Вот такие дела. Краткий обзор рынка я сделал. Другие монетки в другое время. Сегодня просто выбрал пару штук, чтобы вам показать. Все это все равно двигается в сторону с биткоином, потому локально посмотрели зоны для накопления, некоторые интересные проекты. А сейчас в конце ролика посмотрим с вами доминацию битка. Думаю, что она немножко там то падает, то отрастает, но стоит на таком этом локальном движении. Итак, биткоин. Да, как я и говорил, мы с вами даже не переписали какую-то локальную вершину. Стоим с вами в таком нисходящем треугольнике и пока все хорошо. Ждем, что будет дальше. Такие дела. Всем огромное спасибо за поддержку, за подписку, за лайк и за комментарий. Кому интересно, вступайте в нашу крипто-комьюнити по ссылкам в описании. Там мы обучаемся вместе с вами в рамках одного сплоченного крипто-сообщества. Значит, по ссылочке только будьте внимательны, потому что очень много мошенников. Это у нас крипто-комьюнити по ссылкам в описании. Забирайте его, пожалуйста, юзайте. И будем там с вами общаться каждые 2-3 дня на сессиях. Мы там обучаемся, конференции. Там куча у нас знакомых людей, куча экспертов своих. Валидаторы, майнеры, люди, которые стейкают, вам смогут чем-то помочь. Които, блин, Които, уходи. Фу, с камина, ё-моё. Напишу ему с камина и пойду отдыхать с камина. Всё, господа, всем профита. Всех обнял, всех приподнял. Всем удачи, всем пока. До связи, держимся и развиваемся вместе с вами дальше. Всем пока.